Всем приветики и добро пожаловать на мой канал, здесь вы видите как мы ехали в Италию, я тут пару клипов поснимала, я даже уже не помню что там было, но здесь видно как я чай купила сестрой, да он был очень вкусный и очень дорогой. Мы здесь уже были на границе с Австрией, а здесь я была в туалете и я просто выглядела ужасно, вот эти туалеты были кайфовые, вот здесь мы уже были в Австрии, да, мы там делали паузу, вообще часто делали паузу, тут мы были в магазине, мы там себе купили разные снеки, я не знаю что я тут снимала, какие-то прибамбасы для машин, я не знаю почему я это снимала, я такая хотела на undercover снять, потому что магазин был маленький и был кринжово, если бы я там сейчас хотела с камерой. Вот так вот, тут я пью чай, очень вкусно, я очень уставшая была, потому что мы где-то ехали, не знаю, 13 часов, да, тут мы были в туннеле, тут мы же в Австрии, разные там снимала деревья, ландшафты красивые и вот так вот. Короче, приехали мы опять на пасаде, чтобы в туалет захотелось, и тут просто такое солнце, мы уже в Италии, кстати. Вон там сзади меня туалеты, магазины разные, я вообще не вижу, потому что тут солнце сильное. Нам еще осталось чуть-чуть, поэтому скоро уже где-то, сейчас у нас где-то будет два, где-то в три и полчетвертого даже будем приехать. Короче, приехали мы уже в комнату, там наша выходная дверь, а вот тут у нас такой коридорчик. Сейчас короче зайдем, я его возьму маленький внутрь. Короче, вот у нас наша дверь, тут квартира очень такая большая, просторная, белая, очень-очень круто. У нас вот очень наши вещи лежат, тут у нас зеркальце, тут я, все, еще после поездки такая мастер красивая. Так, что у нас тут? Зал, кухня и самое главное балкон. Тут вообще людей нету, вон там море, куда мы будем ходить, короче. На четвертом этаже, а вот тут у нас сразу вот это вот Main Street, ну короче дорога, по которой все кафешки, там магазины, рестораны. Вот такой вот у нас короче вид. Вот это вот у нас еще раз зал, с другой перспективы. И сейчас пойдем в нашу комнату, вот здесь вот будем я с моей сестрой спать. У нас тоже маленький балкон даже, кровать, у нас тут четыре кровати, ну хочется четыре места, то есть если откроем балкон. Сейчас он маленький, но зато у нас сразу вид на вот эту вот дорожку, где потом вечером будет куча толпа людей. Вот так вот, сейчас еще вам покажу бат и родительскую комнату. Значит, закройм дверь и идем в туалет. Туалет у нас такой маленький, уютный такой, там тоже у нас вид на улицу. Здесь опять я, душевая кабинка и последняя комната это родительская. Тоже вот такая вот маленькая, кровать, полочки и два окошка. Опа, вот так. Открыть я здесь не могу, хотя могу вот так вот взять. Ну, в общем-то и все. Здесь вы видите вид из моего балкона, было реально очень красиво, мне очень-очень понравилось. Здесь у нас море, тоже сразу видно с балкона, очень кайфово. Мы сейчас едем закупаться и уже выглядит так трешово. Тут у нас лифт есть, тут у нас лестницы и тут никого. Я не знаю, тут живет кто-то или нет, но мы сидим закупаться. И наконец-то мы поехали закупаться, потому что мы голодные были. И здесь я тоже снимала красивые апартаменты, дома, которые расположены на вот этой вот дороге, вот это Main Street, тут мы ехали на машине. Вообще мы быстро доехали, где-то может быть, не знаю, 5-10 минут. Тут уже красивая была ландшафт, я приснимала бушкалифу фейковую. Тут я увидела маленькую морковку, боже, посмотрите, мило. Короче, сейчас выбираю чипсы и тут просто попкорн за 50 центов. Просто за 50 центов, офигеть. Магазин большой, тоже Альди, как в Германии. Продукция вообще то же самая. Короче, пошла искать мюсли, потому что я бы скорее всего искать мюсли, и тут сколько-то у них виситок и выпечки. Ах, люди! Готовые котлетки. Только много чипсов, такой большой выбор, офигеть. Смотри. Винникон. Винникон. Мы уже тут все постелили, наши вещи все тут лежат, все лучше не буду показывать. И сейчас там погода так, солнце так светит, люди гуляют. У нас едут, не знаю, сколько времени. Мы уже где-то 7 или 8 часов. И мы сейчас, короче, пойдем на пляж. Сейчас быстро перейдемся и пойдем. Короче, вышли мы на улицу. И пойдем сейчас на пляж и пиццу кушать. Следующий пляж и пляж. по имени пиццу и теперь мы решили эти погулять по городу там уже темнело и все такое в первый же день еще после вечера гулять тут не хотелось сидеть дома людям все были на улице и все это болтались сидели в ресторанах тоже такая площадь огромная там какие-то фестивали вроде проходят тут уже маленькие бутики и магазинчики вот уже видно опять вот большую широкую улицу тут мы были наподобие геймстоп магазин там эти фигурки были прикольные можно а тут сумки продавали столько много магазинов сумками это просто и все итальянские такие вот эти настоящие итальянские марки такая вот красота там была тоже валентина продавался или гэс марочные вещи там тоже были шлемок короче к этой игровой ну площадке типа того тут даже катаются на машинках а там еще другие игры сидела таких гуляем да а впереди по ходу дискотека какая-то начинается и даже не знаю в чем я сейчас пойдем посмотрим короче сейчас выхожу на балкон пока ничего не видно тут блин жизнь кипит а я в пижаме вообще нихуя не видно кое-что в пижаме только что помылась там лицо все такое а вот тут смотрите люди загуляют жизнь еще кипит там за день завидный нет колесо крутится вот это вот не знаю напоминает мне буш калиф в дубае такой же ну отель вроде люксусный какой-то у нас сейчас газа будет не знаю полночь ну точно 12 часов а блин прикольно на улице еще столько людей кайф хочу нас настал второй день ну первый целый день и мы собираемся теперь купаться люди пришли солнце ведь нас где-то 30 градусов не знаю вот теперь стою тут жду мою семейку причем магазин рядом и тут такие прикольные сумки продают посмотрите какие красивые и вещи для купания живут орешки только чтобы помылась и сейчас будем кушать покушать на спагетти тогда делай мне попкорн и стою на нашем маленьком балкончике прикушаю пока жду это мама приготовит наконец спагетти людей еще мало на улице что еще не вечер я даже честно говоря не знаю сколько время мне починается вот эта вот квартира вон там вот просто посмотрите у них вообще все стекле и такие две терраски там очень круто короче стою я здесь на балкончике и читаю вот так вот там видим файл его днем чтобы очень странно а здесь я делала такой fit чеки конечно почему а а ну да мы же вечером хотели пойти в город и вот там пробовала разные аутфиты и смотрела что с чем лучше гармонировала но что-то это выглядело кринжолой поэтому я это не надеюсь я не знаю что тут творится мы тут все время машины едут я не знаю флаги берут какие-то может быть это футбол я вообще не знаю короче уже зашла я сейчас магазин и магазин наподобие цары короче вот сейчас стою здесь в переодевалке и померю вот это платье вот так вот я вот ведь я же показывала и если получится и потом поснимаю магазин может быть потому что я не знаю может тут вообще снимать или нет платье но сиди так себе если честно выглядит как-то стремновато на мне и тут проблема еще в том что тут как бы не стоит размер поэтому я не знаю какой-то размер больше я зашла в еще один магазин такой же только в другом месте набрала мне вещей прочее по городу семейка моя сзади и просто никого нету сейчас уже после 11 и дорога опустошается тут уже по теме дороги мне кажется там сверху отеля уже знаю люди может вот купила что-то потом покажу у нас сегодня уже второй целый день я сейчас стою в баде потому что мы сейчас готовимся идти на пляж у нас утром вот так вот я не засняла вчерашний день как мы пришли потому что мы поздно пришли я потом сделаю холл что я купила потому что там кое-что не нашла ну и вот попробую поснимать сегодня не знаю получится или нет потому что мы делаем как бы почти все одинаково каждый день поэтому посмотрим вот третий день если я не ошибаюсь мы вот тут сидим ждем родителей как всегда на площади и сейчас пойдем вон туда где мы раньше жили а вот это вот я не знаю что какая-то поляна посреди этого короче город даст такое а вон там вот пляж вот так вот в этот день Была плохая погода, поэтому мы решили с родителями пойти погулять, посмотреть, где мы вообще там жили, как там все выглядит. Как я уже говорила, мы там пару раз были, но чтобы мы реально вот с днем ходили гулять, такого не было, потому что мы весь день были на пляже. Потому что была бы хорошая погода, но сейчас там был дождь, и вот я снимала разные улочки, домики, ну как и всегда, ничего нового. Просто там такой интересный дизайн иногда был, иногда там были такие красивые отели, потому что мне очень архитектура нравилась. Вот мы тоже потом в город пришли, там на площади вот этой были, тоже какой-то там гранд отель был, не знаю. Тут я мороженое какое-то купила, не знаю, и даже вкус не поняла, что это был за вкус. Вроде какая-то, ну, наверное, лисыр с малиной или что-то такое. Тут мы были в магазине, где мы там купили две юбки, а тут мы уже почти дошли до конца улицы. Здесь я смотрела бижутерию. И мы уже шли домой. Да. Тут было просто дерево. Так, в этом, в стекле. Это было странно. Мы пришли тоже на море, там никого не было, кроме этой семейки и кто купался, хотя была холодина. А здесь мы уже были дома, домой пришли, там фейерверки были. И вечером мы еще решили пойти, а это фит-чек у меня такой был. Потому что мы хотели пойти в коктейль-бар, и вот мы втроем пошли пить коктейчки. Здесь вы увидите меню, там было реально все, что хочешь, и выглядело так вкусно. И это бар такая красивая была, было, не знаю, где-то 10 вечера или даже позже. И там было так мало людей, там еще кто-то гулял, но в баре реально было мало людей. Да, походу я скиднула день какой-то, и здесь уже был вечер следующего дня. Мы, походу, опять вышли погулять в город, и это был такой фит-чек у меня. И я показывала сережки, которые я мне купила там в Италии. Здесь мы посмотрели какой-то церковь, которая рядом с нами там была. И мы просто гуляли, ничего особенного не делали, гуляли по городу, кушали. И это здесь уже последний день, мы там уже паковали сумки. И да, ничего особенного не делали, были на пляже. А здесь я уже в машине сижу и снимаю с окна, потому что был такой вайб, не знаю, на подобии Твилайт, и мы уже здесь едем домой. Так. Эх, что фигня. Всем привет, и добро пожаловать, это уже конец видосика. А потому что я решила снять мой такой мини-холл, что я мне купила в Италии. Конечно, уже две недели прошло, и я только сейчас его снимаю, но ладно, что. Ладно, у меня тут, короче, куча вещей лежит, которые я мне приобрела в Италии. И я не знаю, где начинать, потому что это, думаю, вторая попытка начать видос. Поэтому вот так вот. Но я думаю, начнем мы, скорее всего, с маленьких вещей, хотя они самые дорогие были. Это у нас один раз вот такие вот сережки. Вот сережки. Такие вот миленькие. Они стоили 15 евро, потому что это какой-то хендмейт или что-то такое. Но, короче, все от 10 и дороже были. Но, я не знаю, они такие вот миленькие, они как капельки сделаны, такие толстые. Поэтому вообще они мне очень понравились и очень блестят. Мне это очень нравится. Так, запаковываем мы их. И двигаемся дальше. Так, дальше у меня тут вот такой вот lipgloss от Kiko. Потому что, я не знаю, все эту марку знают. Она очень популярная. Особенно вот эти, как они там, ну, для губ помады вот эти вот lipgloss. Взяла я мне вот такой вот. Очень прикольный. Мне очень понравился этот цвет. Но это был единственный цвет, который мне реально подошел. Другие все были слишком какие-то светлые, то темные. Это в этом цвете 21. Да, больше ничего не стоит. Вот такой вот красивый, прикольный. Это мой самый первый lipgloss от Kiko. Поэтому он где-то стоил тоже 12 евро. Я его делаю чуть-чуть и потом размазываю. Потому что если слишком много сделаю, то он будет слишком темным. Ну, конечно, сейчас не так хорошо видно, но ладно. Так, запаковываю. Так, что, с чем двигаться дольше, я даже не знаю. У меня вещи были в этом пакетике. Магазин называется Zebra. И из этого магазина я мне взяла вот такие две юбочки. Они почти одинаковые, но разные. В синем цвете, потому что синий мой любимый цвет. Это вот такая вот светлая. А это темненькая. И обе юбки стоили 10 евро. Я просто обязательно, я просто должна была их взять. Я была обязана их взять. Потому что, блин, 10 евро юбка? Где ты такое еще увидишь? Так, потом у меня тут 4 майки. Все на бритейках и все одинаковые модели. Только 4 разных цвета. Вот эти две я не покупала в последнем году. А сейчас я мне купила такую же модель. Только в розовом цвете. Вот такая вот. И в синем. Мне тут только что пришло сообщение, что у меня всего лишь осталось 20%. Поэтому так розовое я вроде показала. А вот это вот синяя. Они такие узкие, обтягивающие. И то, что мне нравится, это у них качество такое... Это, скорее всего, полеэстер. И вот это вот магазин. Имя магазина... И у них вещи так прикольно пахнут. Я не знаю, именно чем они пахнут. Я не знаю, что это, но это просто кайф. Ты просто вот так нюхаешь, и... Их весь день ухала. И последнее. Это у меня вот такая вот майка. Тоже от этой же фирмы. Белый цвет. Она тоже узкая. Такое же качество. Они все делают одинаковое качество. В основном такую, ну, одежду там для сна. Разные трусы, лифчики или что-то такое. Но я их все равно так ношу. Поэтому это никто не знает. И она тоже очень-очень прикольно пахнет. Вот так вот. Это были мои покупочки. И много. Ну, так нормально, скажем так. И все. Увидимся тогда в следующем видосике. А мне сейчас надо сначала составить этот видос, который я сейчас снимаю. Чтобы я могу его выставить. А потом уже посмотрим, что буду снимать.